Десятки елей, лиственницы и можжевельник. За осенние месяцы территория вокруг школы имени Антона Пырерки заметно преобразилась. Ее украсили саженцы деревьев, посаженные участниками школы лесничества. Они учатся правильно выкапывать и сажать деревья, ухаживать за ними и изучают флору Ненецкого округа. На самом деле следующий год покажет. То есть они сейчас все равно заснут, деревья, и уже по весне будет смотреть, елочки зеленые останутся или высохнут. На самом деле уже в последние денечки, когда можно было сажать, сами понимаете, уже заморозки пошли. Поэтому надеемся, что успели спасти. Эти небольшие ели могли погибнуть под колесами спецтехники, но их вовремя удалось спасти. Чтобы деревья не смешали с кучей песка, было принято решение выкопать их и пересадить на новое место – приусадебный участок школы имени Антона Пырерки. Именно здесь в начале учебного года открылся кружок – школа Ненецкого лесничества для учащихся седьмого класса. Мы не только рассказываем им о роли нашего леса, но и также знакомим с породами деревьев, которые произрастают на территории нашего округа. И теория у нас сочетается с практикой. Вот практическое занятие – как правильно посадить дерево, чтобы оно простояло зиму. Сегодня семиклассники вместе со своими наставниками высадили десятки елей. Они украсили территорию вокруг школы и интерната. В этом году мы попытались посадить несколько кустиков выживельника. Вот сейчас сажаем елочки, лиственницу посадили. Мечта у нас – посадить еще рябинки, черемуху. А так у нас есть березки, есть в основном ива. Для самих ребят опыт посадки деревьев бесценный. Ведь на их малой родине такого обилия растительности не встретишь. Ребята в основном с Колгуева, Бугрино. С лесом не так связаны. Поэтому очень хорошо, что мы поможем им узнать чуть больше о природе, узнать о лесе, которая нас окружает. На самом деле, потому что я допускаю ее на первом занятии, которое мы проводили, вопросы были по породам и о том, что проразрастает здесь. Поэтому мы надеемся, что в рамках взаимодействия со школой как минимум один класс, а там предполагается, что и вся школа будет участвовать в предохранных мероприятиях. Сейчас организаторы школы лесничества разрабатывают план мероприятий на год. Ребят ждут интересные лекции, походы в лес и знакомства с его обитателями. Планируется, что весной следующего года, вернувшись на Колгуев на летние каникулы, семиклассники увезут с собой несколько саженцев, которые посадят в родном поселке. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.